приветствую вас дорогие друзья вы находитесь на канале quality motors сегодня очень интересный выпуск сегодня мы расскажем про автомобиль land rover в 320 кузове а именно мы расскажем про такую интересную услугу как проточка тормозных дисков расскажем зачем ее стоит сделать и покажем как она делается так что заварить себе чайок присаживайтесь удобно обо всем и подробно обязательно нужно диск тормозной перекрутить к ступице даже если при наличии болта вот этого крепежного монтажного все равно диск обязательно минимум на две шпильки должен быть прикручен там достаточно немножко притянуть чтобы самая плоскость была дальше берем часовой прибор знаешь на самом деле с ним проблема такая проблема в том что он должен крепиться на амортизационную стойку но здесь передняя подвеска многорычажка и стойка находится далеко и плюс тому что он еще магнитный очень короче поэтому закрепить можно ну допустим вот в таком плане плохо держится на обычных максерсона подвеска впереди там стойка стоит по центру амортизационная и то есть на нее сразу крепишься и все но вот здесь есть такая нюанс и наши издержки далее нужно собрать этот весь остальной механизм а он состоит из множества деталей и всяких штук разных здесь как бы как детский конструктор то есть грубо говоря кто на что гораст по листам этого теста мы понимаем что с тормозными дисками есть проблемы они как в простонародье говорят бьют соответственно теперь нужно понять можно ли эти диски проточить или нет на многих тормозных дисках указаны характеристики технические характеристики на самих тормозных дисках а вот как и на этих в том числе минимально допустимая толщина 27 миллиметра 27 миллиметра для этого нам нужен штангенцирку и соответственно произведем замер остаточной толщины тормозного диска здесь чтобы подлезть для замера тормозных дисков нам придется снять супер потому что он мешает и пыльник закрывает практически всю площадь поэтому пока мы не сменим тормозной суппорт мы не сможем их победить с частью снимается они здесь не сложно на этой тормозной системе здесь достаточно крути всего лишь два болта Игоря давай снимай суппорт на большинстве тормозных дисков с завода указаны уже его технические характеристики серийный номер ну и как правило минимально допустимая толщина тормозного диска эти тормозные диски оригиналами то есть о чем делать надпись Land Rover оригинальный номер этих тормозных дисков и минимальная толщина 27 миллиметров для замера толщины тормозных дисков используется специальный штангенцирку соответственно вся процедура происходит очень просто мы берем сам генциркуль у него есть специальные такие на губках выемки да получается да ну то есть твердосплавные напайки которые грубо говоря не изношиваются и мы берем диск он хорошо захватывает его потому что если взять обычный штангенциркул за счет выработки он просто не сойдутся губки вот соответственно мы берем делаем замер затягиваем шкалу показательную и можем теперь смело снять то есть по результатам наших измерений остаточная толщина этих тормозных дисков ну где-то примерно двадцать семь и восемь в общем ну вот в этом пределе то есть можно даже сотки посчитать сколько получается пять шесть семь восемь до двадцать семь и восемь то есть да вообще конечно по хорошему в идеале бы их заменить на новые но у нас еще есть восемь десятых миллиметра которые позволяют нам выполнить проточку этих тормозных дисков попытаться сделать проточку тормозных дисков и посмотрим что у нас останется после проточки если минимально допустимый размер останется то в принципе эти диски можно еще эксплуатировать если же здесь будет грубо говоря снята очень большое количество металла для того чтобы восстановить геометрию тормозного диска то эксплуатация таких тормозных дисков уже не допускается по ряду объективных причин вот кстати о причинах почему нельзя эксплуатировать предположим я вышел за рамку у меня здесь будет не 27 минимальный а 25 чем это чревато допустим такая ситуация когда диск изнашивается его почему-то многие думают что можно проточить снять даже которые диски не бьют но начинает скрипеть скрипит диск почему потому что падает резонанс чаще всего за некачественных конечно тормозных колодок это происходит и тормозных дисков но также бывают случаи когда на диске уже выработка то есть канавку буртик вот это этот бортик до тормозная колодка когда мы нажимаем на тормоз она нажимает на диск на тормозной когда мы отпускаем педаль тормоза она немножечко отходит от тормозного диска да но вот этот бортик так как он является совсем другой плоскости грубо говоря смотреть на автомобиль то в горизонтальной плоскости то из-за этого грубо говоря вот из-за этого бортика она никуда не уходит она также остается соцепление здесь происходит вибрация в общем ничем хорошим это не закончится также чем тоньше диск тем более велик риск их перегрева информации средстве этого соответственно перегрева так как самой толщины металла становится очень мало потому что даже новые диски тормозные при резком изменении температуры ведет как и в данном случае повел тормозные диски скорее всего перегрели может быть из-за несвоевременного обслуживания тормозных механизмов может быть по другим объективным причинам но будет после резкого охлаждения попадания в лужу или там другие какие-то условия он деформируется и происходит проточка тормозных дисков осуществляется на стационарном станке итальянского производства специально разработаны для этой операции однако бывают станки которые позволяют протачивать тормозные диски и снимая со ступиц с одной стороны это проще то есть не нужно разбирать полностью тормозной механизм но с другой стороны это гораздо хуже потому что ступица имеет люфт и это может сказаться на качестве проточки тормозных дисков а у стационарного станка таких погрешностей нет так как тормозной диск демонтируется фиксируется отдельно и так для того чтобы проточить тормозные диски необходимо установить на станок сам тормозной диск и зажать специальными конусами который фиксируется надежно гайкой фрезы первым проходом снимает только минимально необходимое количество металла из диска чтобы убрать биение и бороздки на диск после того как вы выполнили первый проход второй проход идет чистовой когда поверхность тормозного диска выравнивается и только после этого тормозные диски повторно проверяются на биение уже на самом автомобиле при помощи специального измерительного прибора. Ну вот здесь наглядно видно, вся плоскость на проточном диске выровнена и также избавились от буртиков, которые идут по краю тормозного диска. На старом диске мы наглядно видим то, что буртики все-таки большие, выровняли плоскость по внутренней части этого диска. После проточки диск установили на свое законное место и мы сейчас проведем замер состояния диска после проточки. Как помните, до этого стрелка у нас довольно-таки большой размах брала. После проточки тормозных дисков обязательно повторно проверяются они на биение на автомобиле. Также устанавливаются, прикручиваются болтами или гайками и устанавливаются приборы и проверяются. Соответственно здесь биение меньше сотки после проточки. А там было, по-моему, больше четырех. Ну на одном диске было больше четырех, на втором диске там вообще было больше десять соток. Диск был неровный, тревой. Да, поэтому здесь допустимое глине на этом тормозном диске, тем более поверхность после станка она слегка имеет шероховатость, то есть она не гладкая. Не забываем ставить новые тормозные колодки даже при проточке тормозных дисков, так как поверхность мы полностью выровняли, старые колодки не подходят. Поэтому мы заказали новые, оригинальные специально под этот автомобиль. Автомобиль мы отдали, клиент доволен, ну а наш ролик подошел к концу. Я хочу вам пожелать удачи на дорогах, поменьше ломайтесь, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и написать комментарий. Ну я с вами прощаюсь, с вами был Юрий. Всего доброго, пока!